Здравствуйте, я Андрей Ковтун, приветствую вас в рубрике Light News. Сегодня я вам расскажу о двух новинках от компании ZTE под названием Blade S6 и Blade S6 Luxe. Это один и тот же смартфон, только с разными техническими характеристиками. Пока что я не начал показывать вам их внешний вид, сразу скажу, что это айфоноподобные смартфоны. То есть дизайн этих гаджетов похож на дизайн айфон 6 плюс. Смотрим. Лицевая панель устройства выполнена из стекла. Диагональ дисплея составила 5,5 дюймов. В нижней части расположились три сенсорных кнопки. Верхний разговорный динамик, фронтальная камера и стандартный набор датчика. Тыльная панель гаджета выполнена из металла. В верхней части расположилась 13-мегапиксельная камера от Sony со светодиодной вспышкой. В нижней части внешний динамик. Как по мне, внешний вид гаджета довольно-таки неплох. Однозначно, это заслуга металлического корпуса. Рассмотрим же технические характеристики базовой и продвинутой версии. Для начала я вам расскажу о технических характеристиках ZTE Blade S6. Диагональ дисплея 5 дюймов. Матрица IPS. Разрешение HD. Выполнен по OneGlass технологии. За работу отвечает восьмиядерный процессор Snapdragon 615. В связке с видеоускорителем Adreno 405. На борту устройство 2 гигабайта оперативной памяти и 16 гигабайт встроенной памяти. Плюс возможность расширения с помощью карт microSD. Гаджет поддерживает две наносим-карты и работает в 4G-сетях. Также он оснащен 13-мегапиксельной тыльной камерой и 5-мегапиксельной фронтальной. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 2400 мАч. Далее перейдем к рассмотрению версии Lux. Размер дисплея составляет 5,5 дюймов. Разрешение HD. Матрица IPS. Выполнен по OneGlass технологии. За работу отвечает восьмиядерный чип Snapdragon 615. Оперативная память равна 2 гигабайтам встроенной 16, плюс возможность расширения с помощью карт microSD. Тыльная камера равна 13 мегапикселям, фронтальная 5. Устройство также поддерживает две наносим-карты и работает в 4G-сетях. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 3000 мАч. В общем-то и в технической части есть небольшие сходства с продуктами от Apple. Только в качестве меньшего размера выбрана диагональ 5 дюймов, а не 4С. Что касается стоимости, уже сегодня можно приобрести младшую версию за 250$ на Алиэкспресс. Но учтите, что данная цена актуальна только на сегодняшний день, так как сегодня стартовали официальные продажи на Алиэкспресс. Далее она будет составлять в районе 270$ за младшую версию. Стоимость версии люкс будет равна 320$. Согласитесь, довольно-таки неплохие получились девайсы. Я думаю, что своего покупателя они однозначно найдут. Добавляйтесь в группу ВКонтакте, подписывайтесь на наш канал в YouTube, читайте и твитте текстовые новости у нас на сайте. С вами был Андрей Ковтун, специально для Android News. Да пребудет с вами Android. Субтитры сделал DimaTorzok